Снова здравствуйте. Мы продолжаем сессию про статоскоп. Сергей, в конце прошлого часа у меня случились технические неполадки и скрошился браузер в самый ответственный момент. Приношу извинения. Хочу поделиться своими впечатлениями. Очень крутая тема. И мне кажется, Сергей открыл прям новый мир в мире анализа сборок. И такие грандиозные планы, прям очень круто. У меня есть пара вопросов, которые я успел задать. Первый вопрос из чата. Спрашивают, есть ли у тебя какой-нибудь патреон или что-то в этом роде. Как вообще поддержать разработку фич? Да, я в свое время как-то завел Open Collective аккаунт. Это как раз штука, которая позволяет оказывать поддержку финансовую. Не только даже финансовую, а на самом деле Open Collective — это целая платформа, кстати, на которой работает и вебпак. Допустим, на примере вебпака приведу. Вебпак в свое время спонсировался Тревага. Это был их главный основной спонсор. Они заносили денежку вебпаку, и Тобиа Скопперс, который ментейнер вебпака, он как делал? Он говорил, что, ребята, я буду с вами делиться этими деньгами, если вы помогаете разрабатывать вебпак. Ну понятно, что вебпак, наверное, это как бы более, может быть, широкая штука, нежели там стетоскоп. Но я в свое время подумал, а почему бы и нет? Ну то есть проект большой, грандиозный, почему бы не взять и как бы не использовать ту же самую историю? Ну то есть есть куча задач, и почему бы так же не сделать? Вот. Это первая история. Вторая история. На GitHub появилась, ну или была, ну какое-то время назад, в общем, появилась GitHub Sponsors. Это целый раздел. Я там тоже зарегистрировал стетоскоп, и поэтому, если хочется как-то поддержать разработку, напомню, что стетоскоп — это полностью опенсорсный проект. вот можно поддержать либо на Open Collective, либо на GitHub Sponsors. Как удобно. И кто знает, может быть, будет как у вебпака. То есть большая куча задач, и можно будет распределять там какое-то количество средств на разработку. Вот. Как-то так. Да. Я хочу напомнить как раз то, что в первой части Сергей рассказывал про стетоскоп — это инструмент, который позволяет анализировать сборку. На данный момент фокус на вебпак. Но у Сергея большие планы сделать подобное и для других инструментов сборки. И стетоскоп имеет очень много. Он имеет делать кастомные отчеты, имеет консольные инструменты, его можно использовать на CI, использовать для вализации сборок, сбора различных метрик и так далее, и так далее, и так далее. Если вы пропустили, обязательно посмотрите. Очень интересный доклад. Ну и напоследок нашего интро, вашего маленького разговора. Вопрос от меня. А вот ты говорил про то, что сейчас очень широко используется в Яндексе стетоскоп. А насколько был сложный процесс внедрения и насколько было сложно ребятам, твоим коллегам погружаться в новые технологии, можно сказать, в новые подходы и вообще с ним начинать работать. Да, слушай, классный вопрос. На самом деле есть что рассказать. Почему? Потому что там была даже забавная история. Сейчас расскажу. Ну, на самом деле интеграция стетоскопа вся Яндекса, ну, по моим ощущениям, она проходила довольно безболезненно. То есть ребята довольно быстро сориентировались в Жоре. Как я уже говорил, это не такой суперсложный язык, то есть с ограниченным количеством синтаксических конструкций. Жора, Discovery, это все никакой трудности особой не представляло. Но когда я только-только выпустил, я начал внедрять, не хотел внедрять вся Яндекса стетоскоп до тех пор, пока не выпущу Validate команду. Не разберусь с валидацией, ну, потому что без валидации мне казалось, у меня очень завышенные требования к себе, мне казалось, что стетоскоп абсолютно бесполезен. Вот. И я, наконец, разобрался с валидацией и начал внедрять вся Яндекса. И думаю, ну, сейчас внедрю, а потом сделаю визуальный отчет, чтобы по валидации генерировался визуальный отчет. Вот то, о чем я говорил, да, то есть есть консольный отчет, есть визуальный. Внедрил, посмотрели, и ребята приходят и говорят, слушай, ну, в консоли две тысячи ошибок как-то не очень классно, неудобно. Я думаю, надо, надо, надо. И, в общем, собрался, и, в общем, там, где-то там за пару ночей, в общем, затащил историю про визуальные отчеты. То есть это, напомню, что это опенсорсный проект, поэтому занимаюсь я в свободное время, именно поэтому именно поэтому я как-то вот так, вот такое время выбираю свободное для работы над стетоскопом. Но вот, вот такая забавная история. То есть я изначально хотел чуть-чуть отложить историю с визуальными отчетами, но пришлось... Жизнь взяла свое. Жизнь взяла свое, да. Но на самом деле мне ребята из, коллеги из Метрики даже прислали, очень приятно мне было почитать отзыв, что, Сергей, спасибо тебе большое, мы при помощи стетоскопа закрыли цель по размеру нашего бандла. Классно, мы внедрили себе его в CI и прям радуемся, и это очень грело мне душу. Ну то есть это в целом вполне реально, не так уж и сложно. Абсолютно. Как минимум в четырех проектах, в больших проектах Яндекса используется стетоскоп. А покажешь, как это делать? Я покажу и расскажу. Отчасти я, кстати, вот эта история про интеграцию в CI, которую я рассказывал в теоретической части, она применима не только для GitHub, потому что смысл, когда мы загружаем куда-то артефакт в виде статов и потом его получаем в какой-то ветке, она справедлива для, в принципе, любого CI, не только GitHub. Поэтому отчасти это справедливо для любого CI. И сейчас я еще расскажу, как можно стетоскоп расширять, потому что если вдруг вам чего-то не хватает, вам нужны свои правила, вам нужны свои расширения. Сейчас я расскажу, что это такое, вам это надо. Вот. И в общем, это все можно делать. Стетоскоп расширяем. То есть я так понимаю, что твой мастер-класс как раз-таки про это. И ты нам сейчас это покажешь. Да, покажу, расскажу. Ждем с нетерпением. Так, хорошо. Вперед, вперед. Вот. Собственно, что? Вторая часть нашего замечательного доклада. Первая часть была теоретическая, это практическая. Сделаем свое расширение и напишем свое кастомное правило для валидации. Сейчас обо всем по порядку. Вот так вот сразу с места в карьер. Значит, что такое расширение? Зачем нам? Вот, Сергей, ты говоришь, что мы напишем расширение. Зачем нам расширение? Расскажи, почему нам это должно быть нужно? Давайте покажу. Значит, в чем история? Ну, давайте мы будем использовать демо-данные. То есть я не буду сейчас сюда дропать никакие статы свои. Вот демо-данные. StatoScope.tech, сайтик, песочница. Идем, демо-данные смотрим. И, например, packages, пакеты. То, о чем я говорил, сделаю покрупнее. Ну, например, вот JSON-next. Используется версия 0.5.5. Откуда я это знаю? Ну, не я, а статоскоп. Откуда это знает? Я говорил о том, что статоскоп таких данных не предоставляет. Вот, как бы, откуда это появляется? Первый вопрос. Зафиксировали, отложили. Второй вопрос. В статоскопе есть история с total size, initial size. И посмотрите, download size. Initial download size – это время, которое, вот, ваша сборка будет скачиваться на клиент. И вот здесь вот в настроечках есть такая замечательная штука – show compressed size. То есть использовать GZIP-размер. Если мы штуку эту уберем, то время увеличится. Здесь используется fast 3G. Ну, то есть по умолчанию. Скорости, которые вот здесь вот в списочке указаны, я их брал из Chromium. Ну, просто чтобы было, да, как мы все с вами привыкли, да, заходим в инструменты разработки, выбираем сеть. Здесь примерно то же самое. То есть по умолчанию выбран fast 3G. Смотрите, да, show compressed size, хоп, 2,7 секунды. Откуда берет статоскоп данные о размерах загзипованных файлов? Впак тоже не предоставляет это в статы, он понятия не имеет об этом. Ну, казалось бы, да. Ну, хорошо, как нам это теоретически можно сделать? Да, давайте рассуждать. И потом я плавно подведу к тому, как это сделано на самом деле. Ну, наверное, вот если мы пойдем с вами во вкладочку make report, мы посмотрим с вами, вот они, наши статы, да, я в первой части немножечко рассказывал, что тут содержится. И вот мы говорим, вот наши компиляции, да, еще поближе сделаю. Вот наши компиляции, вот наши модули, да. И посмотрите, если мы даже посмотрим здесь, вот тут есть такая суперкнопка классная, которая показывает нам вообще формат объектов, который в этом массиве хранится, да. Вот, посмотрите, здесь вот есть свойство size, то есть у каждого модуля есть свойство size, числовое. В принципе, ну, кажется, это то, что нам и нужно. Но это число отражает размер несжатого модуля. Это просто размер исходного кода, грубо говоря, этого модуля. Как нам сюда добавить размер того же самого исходного кода, но загзипованного? Ну, наверное, можно вот сюда еще добавить одно поле, гзип-сайз. Ну, почему нет, да, давайте добавим там, добавили, да. Но тут же возникает вопрос. Хорошо, а если это не гзип, например, а если это какой-нибудь бротли? Уже отличается, да. А какого уровня это гзип, если это гзип, да, какого уровня? Там, по-моему, от 1 до 9 есть уровни сжатия. И мы на сервере, например, используем сжатие уровня 7. А вот если мы это здесь не учтем, мы, к примеру, можем использовать здесь сжатие уровня 4. Все, и числа будут уже другие. Ну, конечно, это логичнее делать, например, не в модулях, а где-нибудь в ассетах, да, то есть в исходящих наших вот этих вот файликах, да, там, main.js, да, которые мы в папочке dist с вами видим. Здесь та же самая история, да, посмотрите, свойства size. Можем сюда гзип-сайз добавить, бротли-сайз. Но это как-то вот это все выглядит очень костыльно. Не очень хочется менять формат статов, не очень хочется в них прям слишком много изменений вносить. Почему? Потому что, ну, свойства size может исчезнуть отсюда. Ну, вдруг, да, там что-то случится, там Tobias Coppers подумает, что давай-ка формат статов поменяем. Или там, ну, что угодно. Может, например, потом это быть не ассеты, а какая-нибудь другая сущность, где ссылочки на ассеты хранятся, и там вообще размер хранится не числом, а, не знаю, какой-нибудь идентификатор сущности, который хранит размер. Ну, то есть это вот все может измениться вообще в любой момент. И опять же возвращаемся, да, к вопросу о том, что это может быть вообще даже не гзип, оброт ли, непонятно какого уровня. Вот. Уже два кейса есть, когда информации в статах нам недостаточно. И к какому решению я здесь пришел? То есть что такого я тут придумал, чтобы это работало, и это было расширяемо? Я ввел понятие расширения статов. Расширение — это какая-то дополнительная информация о статах. Откуда она берется, как она в статы попадает — другой вопрос. Но, по сути, чтобы не менять формат самих статов, посмотрите, я добавил… Вот давайте я так сверну. Я добавил сюда свойства нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание статоскоп. И вот здесь есть свойства extensions. Вот они, расширения, которые сейчас используются, прямо сейчас используются вот в данных статах. Давайте посмотрим, что там за расширение. Ну, это кастомное, чуть позже к нему вернусь. Вот, например, статоскоп stats extension package info. Ну, как видно из названия, это расширение показывает информацию о пакете. Давайте посмотрим, что показывает. Вот payload. Смотрите, у каждого расширения есть дескриптор. Что это за расширение? И payload — это очень важные понятия. Нам важно их сейчас запомнить. Собственно, какие компиляции наши статы описывают, и какие пакеты есть в этих компиляциях. Ну, например, вот есть вебпак UI, например, пакет у нас используется. Вот такие вот инстансы, вот где лежит вебпак UI пакетик. А вот какой версии вебпак UI используется? 5.17.0. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Ну, например, vdxlab events. Пожалуйста. Вот где располагается. Вот какой версии используется? 1.1.0. То есть, смотрите, эта информация лежит сбоку. То есть, она не интегрирована в сами статы, она просто лежит в специальном свойстве статоскопа, extensions. Ну, и, собственно, каждое расширение, оно обогащает статы какой-то дополнительной информацией. Ну, давайте еще посмотрим, что есть. Вот, stats extension compressed. Вот эта штука как раз содержит в себе размеры модулей, ну, не только модулей, а вообще ресурсов, сжатые к zip. Посмотрите, вот ресурсы, пожалуйста. Вот каждый ресурс, вот размер. Смотрите, компрессор к zip. Размер в к zip вот такой. Метаинформация level 6. Пожалуйста. Вот сжатая шестым уровнем к zip вот этот ассет весит вот столько. Все, пожалуйста, это все хранится вот здесь. И именно отсюда, вот именно из этого объекта, вот эти вот все замечательные индикаторы и вот эта вот галочка, да, на что влияет. Они все берут информацию о этих zip размерах вот оттуда. То, что я показывал. Как мы можем с вами получить доступ к этой информации? Ну, например, через make report мы можем при помощи жоры сказать статоскоп, там, extensions, да. Говорим, дай-ка мне, дорогой друг, extension, имя которого равно, ну, например, stats extension compressed. Все, смотрите, вот мы его получили, а вот мы получили payload, вот они компиляции, вот все. Мы можем с ними делать все, что угодно. Выводить в UI, строить отчеты, там все, что угодно. Ну, собственно, как нетрудно догадаться, да, packages берет информацию оттуда же. То есть packages имеется в виду в части версии пакета. Она берет информацию оттуда же. Она смотрит, а дай-ка мне версию вот пакета, вот который лежит вот по такому пути. Вот на тебе, пожалуйста, да. Забирает при помощи жоры оттуда информацию и вот в бейджике выводит. То есть жора запросы плюс discovery view равно что-то хорошее. Вот, собственно, расширение – это возможность расширять статы, не модифицируя при этом сами статы. И эта концепция очень классно себя показала, потому что на расширениях уже работают несколько фич. Давайте посмотрим вообще, какие тут есть расширения. Есть, например, stats validation result. Вот помните UI-отчет, который генерирует статоскоп validate? Он его встраивает в UI-отчет как раз-таки при помощи расширения. То есть это еще один кейс использования расширений. Еще одно расширение – stats extension custom reports. Посмотрите, вот здесь вот в песочнице на демо данных есть кастомные отчеты. Кстати, вот есть кастомный отчет с чартом, пожалуйста. И это тоже используется через расширение. В статы встраивается. То есть все очень классно ложится на вот эту концепцию расширений. И давайте мы с вами напишем сейчас свое собственное расширение, которое будет коллекционировать, ну, следующую информацию. Оно будет коллекционировать коннекшены между модулями. Какие модули что экспортируют и какие модули что импортируют. То есть мы можем понимать, да, какие модули как связаны между собой. Например, модуль А экспортирует функцию full, а модуль Б эту функцию импортирует из модуля А. Вот мы эту информацию можем собрать, и потом мы на основе этой информации напишем правило валидации. Я прямо сейчас это все буду делать. Правило валидации, которое будет проверять, есть ли у нас такие модули, которые имеют экспорты, которые нигде не импортируются. Ну, например, у нас модуль А имеет три экспорта. Один из них только используется, два других не используются. Зачем нам это нужно? Низачем. Поэтому мы можем написать правило валидации, которое будет нам на такие места указывать и говорить, ай-яй, не надо так, ты, наверное, зря экспортировал то, что нигде не используется, зачем тебе это нужно, одумайся. То есть вот что-то вот такое. Поэтому вот такую штуку будем с вами сейчас делать. Но перед тем, как мы вот с вами сделаем это, давайте немножечко буквально коснемся основ жоры, чтобы нам понятно было вообще, с чем мы работаем, потому что мы будем сейчас писать в том числе и жоры запросы. Значит, первая история. Я уже показывал, но давайте более подробно. Map. Классический пример. Как нам из набора одних значений получить набор других значений? Как-то модифицированный какой-то набор значений. Вот смотрите, вот у нас есть массивчик 1, 2, 3. И, кстати, жора полностью совместим с джейсоном. Любой корректный и валидный джейсон – это корректный жоро-код. Поэтому здесь мы можем использовать любой джейсон и над любым джейсоном производить вот эти манипуляции. Собственно, массивчик 1, 2, 3. И при помощи круглых скобочек мы говорим, а умножка, пожалуйста, дорогой друг, каждый элемент массива сам на себя. И вот в результате, посмотрите, ниже мы получим с вами результат. То есть 1 в квадрате 1, 2 в квадрате 4, 3 в квадрате 9. Ну все логично. Это Map. В качестве доллара мы здесь используем знак доллара для того, чтобы получить доступ к текущему элементу, текущей итерации. Если бы мы писали чистый джейсон код, мы бы написали точка Map. Первым аргументом бы передали функцию. В этой функции первым параметром был бы как раз вот этот текущий элемент. А здесь все проще. Здесь просто знак доллара и все. Больше ничего не надо. Фильтр. Та же самая история, что и с Map, но только не круглые скобки, а квадратные. Опять же, массив, точка, квадратные скобочки. Ну и, собственно, нам нужны те элементы, которые либо больше трех, либо равны трем. Вот, пожалуйста, в результате мы получаем новый массив от трех до пяти. Все логично достаточно. Группировка. Очень удобная, классная штука. Чем? Удобная она тем, что если бы мы писали группировку на чистом дживоскрипте, мы бы там заводили цикл, заводили бы объектик, ключами которого являлись бы какие-то идентификаторы, или объекты, мэп бы заводили, а значениями, которые являлись бы массивы или сеты. В Жоре нам этого ничего делать не нужно, мы просто говорим ему, вот тебе элементы. В данном случае у нас три элемента, у двух из них имя фу, а у третьего имя бар. И мы говорим, сгруппируй-ка нам элементы по свойству name. И смотрите, что получается в результате. В результате Жора говорит нам, слушай, у тебя вот два элемента, name которых равен фу, и один элемент, name которого равен бар. Все, мы сгруппировали элементы. Группировку мы будем сейчас использовать прям по полной в нашем правиле. Ну и, собственно, переменные в Жоре можно так же, как и в дживоскрипте, использовать переменные. В данном случае, смотрите, мы заводим переменную фу. Переменная заводится как доллар, имя переменной, двоеточие, любое значение, JSON или что-то другое, или другая переменная, и точка с запятой. Все, и потом, куда подставляем эту переменную, в том месте подставляется ее значение. Тоже никаких суперсложных историй. В принципе, в целом, это практически все конструкции, которые нам понадобятся. Как видите, их немного. Ну и время писать код. Вот я завел репозиторий у себя в GitHub. Можете зайти на GitHub S.Milukov, слэшик и вот hold.js статоскоп мастер-класс. Можно не вбивать это в строку, просто зайдите в мои репозитории, и последним репозиторием модифицированным будет как раз-таки вот этот. И можно там в мейн ветке, там вот тот код, над которым мы сейчас будем работать, а в ветке done полностью завершенный проект, который мы сегодня с вами сделаем. Поэтому можно будет, собственно, эту историю потыкать. Ну что, давайте приступим. Делаем, напомню, с вами расширение плюс правила к этому расширению. Все логично. У меня есть вот такой вот проект пустышка. Это просто манарепа пустышка с тремя пакетиками. Кода здесь пока что нет. Все, что здесь есть, это просто, ну, там, пакет JSON и TS-конфиг, по сути. Все. И какие-то вот пустые файлики. Ну, просто для того, чтобы не тратить время, не создавать их. И вот это вот все. То есть это полностью пустые пакеты. Полностью пустые вот элементы, да. Их три, но давайте мы пока не будем обращать внимание на второй и третий. Давайте поговорим про первый. Значит, само расширение. Расширение, как мы помним, оно состоит из описательной части, что это за расширение, и пейлода. То есть это сами данные полезные, которые расширение в себе несет. Как эти данные вообще в расширение попадут? По той концепции, о которой я вообще рассказываю, в концепции расширений, для того, чтобы получился пейлод, нужен генератор этого пейлода. То есть штука, которая эти данные сгенерирует. И давайте мы сразу условимся, что генератор мы будем писать такой, не привязанный к веб-паку. Это очень важная концепция. Например, смотрите, у нас может же быть в любом сборщике, в модуле, в любом сборщике у нас могут быть импорт и экспорт. Зачем нам это привязывать к веб-паку? Давайте просто напишем генератор, который выгружает нам импорты и экспорты, неважно в каком сборщике. Давайте сделаем это при помощи класса. Сделаем экспорт-дефолт класс и назовем это, например, modulus-connections-генератор. Вот замечательный класс такой. Что будет происходить в этом классе? За что он будет отвечать? Что он будет делать? Его задача сформировать пейлод. И для того, чтобы этот пейлод сформировать, нам нужно какой-то API, ручки какие-то, за которыми мы будем дергать и которые будут генерировать нам этот пейлод. Давайте мы с вами опишем два метода handle-import и handle-export. Handle-import мы будем дергать для того, чтобы добавить информацию о каком-то импорте, а handle-export для того, чтобы добавить информацию о каком-то экспорте. В принципе, ничего необычного. Handle-import, handle-export. Давайте подумаем, какая информация нам нужна для того, чтобы обработать импорт или экспорт. Ну, очевидно, что все модули, все экспорты делятся на модули, все импорты, неважно, экспорты делятся на модули, а модули хранятся в рамках какой-то компиляции, потому что каждая сборка веб-пака – это, по сути, компиляция. Поэтому давайте мы скажем, что нам супер важна компиляция, то есть, когда мы вызываем handle-import, мы должны указывать компиляцию. Компиляция – это просто идентификатор уникальный. Каждая веб-пак сборка генерирует специальный идентификатор – хэш. Вот этот хэш мы здесь и будем указывать. Дальше, что нам еще может понадобиться? Это from-модуль или там модуль from, то есть, откуда мы импортируем, и модуль to – куда мы импортируем. Это тоже строки, это идентификаторы модулей. Каждый модуль, ну, например, src slash index.ts – это идентификатор модуля. Вот они здесь и будут храниться. Когда мы будем вызывать handle-import, мы как раз будем передавать идентификатор компиляции, идентификатор модуля, откуда мы этот импорт вызываем и куда мы его вызываем, к какому модуле обращаемся. Ну и куда же без name, а что мы импортируем? Когда мы пишем с вами import foo from bar.js, что у нас с вами произойдет? bar.js – это идентификатор модуля, из которого мы импортируем. Вот этот идентификатор – это модуль, в котором мы наткнулись на импорт. А foo – это как раз-таки вот в name вот сюда пойдет. Вот все, что нам нужно сделать. Нам нужно обработать все эти импорты как-то, и для каждого такого импорта вызвать handle-import метод. Все. Ну, кажется, что более-менее тут мы с опишечкой определились. Ну и, наверное, здесь стоит сделать то же самое с handle-export, с той лишь разницей, что у экспорта нету модуль from, модуль to, там есть просто модуль. Все, больше там ничего нет. Модуль и name. Что это значит? Это значит, что когда мы в модуле пишем export function foo, что произойдет у нас? Модуль – это тот модуль, внутри которого мы встретили экспорт. foo – это имя этого экспорта. Ну и, собственно, компиляция – это ID-шник компиляции, в рамках которой мы встретили этот экспорт. В принципе, все – это то API, которого нам более чем достаточно на данном этапе. Но генератор-то должен где-то эти данные хранить. Вот мы вызвали, дернули за ручку handle-import, а чего произойдет-то в итоге? Что случится? Давайте мы здесь заведем два свойства, внутри которых и будем хранить, которые будут являться хранилищами импортов и экспортов. Но перед этим давайте мы с вами опишем тип этих свойств. У нас же TypeScript, мы же типизированные, все вот эти истории используем. Поэтому давайте опишем тип, который назовем import item. То есть это один элементик в нашем списке импортов. В целом, чтобы ничего не выдумывать, мы просто возьмем и скопируем, скопипастим это сюда. Все, у нас будут одни и те же свойства, ничего нового. Дальше. С экспортом та же самая история. Export type, export item. Вот так. Тоже, чтобы ничего тут не выдумывать, скажем, что у тебя будут вот такие вот свойства. Я здесь осознанно не переусложнял всю вот эту историю, чтобы было максимально все логично и провязано. И все, что мы здесь сейчас должны сделать, это завести два свойства, где будем хранить все импорты и где будем хранить все экспорты, которые собрал наш генератор. Давайте заведем свойства imports. Скажем, что это import item.massive равно пустой массив. Все. Пока все довольно логично, да, как мне кажется. То же самое сделаем для экспортов. Скажем, exports, export item.massive равно пустой массив. Тоже пока все довольно логично. И в handle import все, что нам нужно сделать, это сказать, слушай, друг, ты, пожалуйста, вот в массив imports пушни вот эту вот историю с теми аргументами, которые я тебе передал. Так как у нас все названия сходятся один в один, поэтому мы просто говорим compilation, module from, module to и name. Все. Опять же, никаких переусложнений. Все очень прозрачно и просто. С export делаем ту же историю. this, exports, push. Ну и, собственно, compilation, компиляция, module, name. Все тоже. В целом наш генератор готов. То есть как бы он собирает данные. То есть что мы можем сделать? Мы можем здесь где-нибудь сказать, что равно new, module is connection, generator. И потом, где это нужно, вызываем у генератора handle import, компиляция такая-то, модуль такой-то, ну и так далее. Там name такой-то и так далее. Но пока история с генератором не закончена. Это мы набираем информацию, набираем данные. Но нам нужно еще и отдать данные. То есть генератор, он нужен для того, чтобы сформировать payload, сформировать расширение само, информацию о расширении. Поэтому мы сюда еще добавим метод get, который будет возвращать, собственно, вот то, что мы видели с вами, да, вот здесь. То есть если мы пойдем с вами в extension, вот, descriptor и payload. Вот что должен вернуть нам генератор. Это его задача. Но для того, чтобы нам ничего не выдумывать, не придумывать каких-то своих типов, давайте мы просто возьмем и импортируем extension from statoscope extensions statsspec extension. У нас есть специальный тип уже, в статоскопе уже есть специальный TypeScript тип, который вот это все содержит. Посмотрите, descriptor и payload. Payload – это дженерик, поэтому нам нужно обязательно указать, а какого типа payload у нас будет. Поэтому давайте мы все это с вами опишем. Давайте мы экспортируем тип, ну, например, формат назовем его, или там result, неважно. Result – это наш extension. И вот какой payload туда надо передать, давайте мы его тоже опишем. Из чего будет у нас payload состоять? Payload – это импорты и экспорты, поэтому давайте в типе так и укажем. Даже можно, смотрите, вот так просто взять и отсюда вот так все это дело скопировать, чтобы, опять же, ничего не изобретать сверхнового. И все, и результат нашего метода get будет extension, payload которого и является тип payload, который мы только что описали. И все у нас тут замечательно сходится. Все, что нам осталось сделать, это сказать get, ты возвращаешь в result. Все, больше тут ничего не нужно. Но единственное, конечно же, нам нужно этот result вернуть. Смотрите, мы должны указать descriptor и payload. С payload в принципе все понятно. Import – это this imports, а exports – это this exports. Тут никаких новшеств. Вот с descriptorом интереснее. Дескриптор должен содержать имя пакета, версию автора, ну то есть всю ту информацию, которая, возможно, потребуется для того, чтобы понять, а чего это вообще за расширение. Давайте мы пока представим, что эта вся информация у нас есть. Ну вот так вот очень самонадеяно. И homepage. Все. Вот вроде бы все. Но для того, чтобы всю эту информацию не выдумывать, давайте скажем, что слушай, друг, подай-ка нам, пожалуйста, всю эту информацию из package JSON-а. Которая вот у нас рядышком тут располагается. Да, посмотрите. Там name. Давайте прям скопипастим, чтобы не занимать время, не писать тут это все. Мы говорим, все эти поля точно есть в package JSON-а. Имя пакета, описание, автор и так далее. Собственно, все. Посмотрите, мы описали генератор, экспортировали его, описали. У генератора есть два поля, где он хранит импорты и экспорты. У генератора есть ручка обработай мне импорт, добавь импорт в хранилище, обработай экспорт, добавь экспорт в хранилище. Ну и дай мне результат, собственно, который я ожидаю результатом, является extension, дескриптор, которого мы вот здесь с вами описали, пейлот, которого мы тоже здесь с вами описали. Все супер логично должно быть и супер прозрачно. Никакой черной магии здесь и высшей математики нет. То есть просто работа с типами и четкая API. Хорошо, давайте теперь подумаем. Вот этот генератор ничего вообще не знает про вебпак. Он знает только об импортах, экспортах, компиляциях и так далее, но ничего не знает про вебпак. Но мы-то с вами эту информацию достаем из вебпака, поэтому где-то как-то нам нужно взять вебпак, взять вот этот генератор и соединить их. То есть нам нужен какой-то адаптер. Задача как раз адаптера совмещать несовместимое с первого взгляда. Поэтому здесь у меня есть второй пакетик, тоже пустой. Вебпак stats extensions, module is connections. То есть это адаптер для вебпака. В чем здесь суть? По сути, этот адаптер, он как бы подменяет собой расширение. Что это значит? Это значит, он знает о вебпаке и знает о том, что должен вернуть расширение. Поэтому давайте я покажу, какая здесь идея, какая здесь задумка. Давайте назовем его вебпак modulus connections генератор. вот так. И так как это у нас тоже класс, но я для того, чтобы опять же ничего не выдумывать, не выдумывать API, не выдумывать, как должны методы называться и так далее, я в статоскоп уже добавил специальный интерфейс. Вот мы можем здесь implements сделать. Вебпак stats extension вебпак адаптер. это интерфейс, который как раз-таки нужен для того, чтобы писать вот такие адаптеры. У нас есть расширение, или генератор, который ничего не знает про вебпак, и мы хотим написать адаптер, который будет брать информацию из вебпака и подкладывать его в генератор. Вот, пожалуйста, есть специальный интерфейс, который можно реализовать, и все будет хорошо. Этому интерфейсу нужно обязательно сказать, какого типа payload будет у возвращаемого расширения. Но мы-то уже с вами его объявили, поэтому просто скажем, вот payload, который мы с вами, собственно, объявили. Единственное, он, конечно же, будет не в SRC, а в dist, поэтому давайте мы с вами соберем собираемое. Вот, и здесь вместо SRC укажем dist. Вот так. Собственно, что нам нужно для того, чтобы написать адаптер? Если мы с вами здесь укажем implement member, среда разработки мне подсказывает, что, Сергей, вот этого интерфейса есть два замечательных метода. Это handle compiler и get extension. И, в принципе, это то, что нам с вами и нужно. метод handle compiler будет вызываться автоматически статоскоп-плагином для того, чтобы сказать, вот тебе вебпак, все, делай с ним, что хочешь. Хочешь, вынимай оттуда импорт и экспорт, информацию по размерам, информацию по версиям пакетов. В общем, чего угодно делай. Это вот, как говорится, up to you. А get extension это метод, который должен вернуть, собственно, само расширение. Все, как бы, логично. И таким образом у нас вот этот вот генератор это такая прослойка между вебпаком и расширением. То есть он знает о компиляторе, знает о том, что мы какое-то расширение должны вернуть, ну и, собственно, соединяет все вместе и получается то, что получается. А сейчас посмотрим, что получается. Давайте мы с вами здесь обязательно укажем, что компайлер-то это компайлер из вебпака, вебпак это типизированная штука, и чтобы нам как говорится играть в типы правильно, мы должны сказать, что компайлер вот надо брать из вебпака, чтобы у нас автозаполнение работало и вот это вот все подсказки в коде. Ну и get extension мы должны с вами вернуть, собственно, информацию о расширении. Но для того, чтобы вот это соединение между генератором и вебпаком стало возможным, давайте создадим сам генератор. Ну, с чем мы будем работать, поэтому мы скажем генератор равно new modulus connections генератор собственно все. И вот с этим генератором мы будем работать. Когда мы вызываем handle компайлер в нашем вебпак плагине, я чуть позже к этому перейду, пока просто вот можем запомнить, что handle компайлер точно вызывается. когда он будет вызываться, мы будем обрабатывать внутренности компиляции вебпака и будем вызывать this генератор handle import, например, или handle export. Вот основная задача, вот как будут попадать данные в наш генератор, который о вебпаке ничего не знает. То есть, по сути, этот метод является связующим звеном между вебпаком и генератором, который вообще ничего про вебпак не знает. То есть, это вот такая сердце нашего адаптера, серединка. Ну и, собственно, get extensions, все, что мы здесь сделаем, это вызовем this генератор get. Ну, потому что генератор, это как раз таки штука, которая уже возвращает расширение в нужном нам формате. И, по сути, get extension просто проксирует расширение наружу. Вот такая вот история. Собственно, все, нам сейчас достаточно просто написать код, который выдергивает из вебпака информацию о зависимостях, об импортах, об экспортах и вызывает handle import или handle export. Все. Давайте расскажу, как это делается. Значит, первонаперво мы должны понять с вами, что мы знаем только о вебпаке. Мы не знаем пока ни о компиляциях, ни о чем. И, по сути, вот этот метод handle compiler вызывается для того, чтобы мы сами решали, как и откуда нам получить информацию о модулях, об импортах и об экспортах. И, собственно, что нам нужно сделать? Мы можем сказать compiler hooks. Вебпак вообще так устроен, что мы можем повесить обработчик события на любое событие практически, которое в вебпаке происходит. Значит, это делается при помощи хуков так называемых. Вот мы можем сказать, что compiler hooks done, событие done возникает у компилятора в тот момент, когда он уже все закончил работу, больше ничего не надо делать. И вот мы говорим, все, повесь нам, пожалуйста, обработчик события. Обработчик события вешается при помощи метода tap. И вот мы тут указываем, что кто мы вообще такие. Мы вебпак stats extension modulus connections. Мы вот такой пакет. И самое главное, это функция, которая вызовется, когда вебпак соберет все. Почему нам важно вешать обработчик события на compiler done? Потому что мы с вами должны быть уверены, что к моменту, когда вызовется handle compiler, все уже должно быть готово. Все, нам вся информация об импортах и экспортах собрана, все, что нам нужно есть и есть откуда собирать. Поэтому мы говорим, только когда ты закончишь сборку, ты, пожалуйста, вызови этот обработчик события. Ну и, собственно, самое интересное. Первым аргументом как раз вебпак передает сюда некоторую информацию, из которой мы можем сказать, а дай-ка мне текущую компиляцию, пожалуйста, дорогой друг, которую ты закончил собирать. Вот compilation. И из компиляции мы можем выдернуть уже информацию, какие модули, какие импорты и экспорты есть, как получить список модулей. Нам же по всем модулям компиляции нужно пройти и для каждого модуля получить список импортов и экспортов. Это делается довольно просто. Заводим самый обычный цикл for, модуль, off, compilation, modules. Все, никакой черной магии. Самый обычный цикл for, для каждого модуля. Теперь, для каждого модуля нам нужно получить список импортов и экспортов. Список импортов и экспортов можно получить при помощи так называемого модуль graph API. Это API, которая появилась в пятом вебпаке. И она помогает как раз получать доступ к этой внутренней информации внутри вебпака. И импорты модуля в терминологии модуль graph API называются outgoing connections. Вот как раз таки. Да, исходящие соединения, то есть импорты. Поэтому давайте заведем переменную connections и скажем, что compilation модуль graph, модуль graph, get outgoing connections. Дай мне исходящие соединения вот этого модуля. Мы же тут с вами, да, мы же тут с вами перебираем модули, и для каждого модуля нам нужно сделать одно и то же, то же самое. Собственно, получили соединения. Все, классно. Давайте их теперь обработаем, все импорты, и вызовем, наконец, handle import у нашего генератора. Давайте мы с вами будем перебирать все коннекшены. Connection of connections. И вот он, самый главный момент. Казалось бы, да, все, можно вызывать this генератор на handle import. Но на самом деле нет. Почему нет? Потому что мы можем написать import звездочка, ну, например, as full from bar. Что произойдет? звездочка это превратится в список идентификаторов, которые мы импортируем, потому что bar может экспортировать не только дефолт, он может экспортировать, ну, например, function foo, function bar, function bus и так далее. То есть это все набор идентификаторов для импорта, и воппак об этом знает, он умеет это обрабатывать. Поэтому мало вот сразу, мы не можем просто сразу вызвать handle import. мы должны еще перебрать собственно id of connection dependency ids вот так. Это идентификаторы импортов, вот которые, на которые мы наткнулись. Их может быть больше одного, мы заранее об этом не знаем. Но тут, к сожалению, у воппака типы как-то так очень интересно устроены, что в качестве dependency здесь в типах хранится самая-самая ничего не знающая зависимость. Поэтому так вот описаны типы, что как будто бы свойства ids нет. Но на самом деле оно там есть, поэтому мы не будем с вами здесь долго думать, просто сделаем tsignore. То есть воппак, просто не воппак, а типы воппака ничего не говорят нам о свойстве ids, но на самом деле оно там есть. Поэтому tsignore. может быть когда-то в типах это пофиксят, а может быть у меня руки доберутся и я это пофикшу и занесу это в типы. Собственно все. Вот мы перебрали все импорты, перебрали все идентификаторы в этих импортах, то есть что же нам еще нужно-то. И вот только теперь мы можем вызывать handle import this generator handle import. Первым аргументом мы указываем собственно компиляцию хэш компиляции, идентификатор компиляции. Вторым аргументом мы указываем идентификатор модуля обязательно. Идентификатор модуля это именно идентификатор. И третьим аргументом мы указываем собственно куда мы откуда мы импортируем модуль identifier. И третьим аргументом мы указываем собственно идентификатор. Что мы импортируем? Посмотрите пазл вот это то место где складывается пазл Вот мы используем генератор, который ничего не знает о веб-паке, вот мы передаем информацию из веб-пака. Говорим, какая компиляция, говорим, из какого модуля импортируем, точнее, куда, откуда и что импортируем. Все. Это мы обработали с вами импорты. Теперь как обработать экспорты. Примерно похожим образом, но для экспортов в модуль графе есть отдельный метод. Давайте назовем переменную exports.info. равно compilation, модуль граф, get exports.info, вот прям метод. И говорим, вот этого модуля мне дай, пожалуйста, exports.info, информацию об экспортах. И все, что нам нужно теперь сделать, это опять завести цикл. Давайте назовем переменную здесь export.info, не exports, а export.info of exports.info.exports. Это итерируемый объект. Все, вот здесь мы теперь перебираем экспорты. Ну, к счастью, экспорты сложно как-то там странно описать, поэтому тут все гораздо проще. Здесь мы сразу this generator, handle export, и здесь говорим, что компиляция такая-то, модуль такой-то, модуль identifier, и export.info.name. Все, вот мы с вами обработали экспорты. В принципе, все, вот наш адаптер готов. Напомню, его задача взять информацию из вебпака, взять генератор и соединить. Информацию из вебпака пробросить в генератор. Все. Теперь давайте соберем, собственно, наши вот эти вот истории, убедимся, что нет ошибок никаких, ошибок никаких нет. Все импорты у нас из папочки dist, все хорошо, все замечательно. Можно даже вот так сделать. Все должно работать. Теперь, чтобы проверить, что все работает, нам нужна какая-то сборка для экспериментов. Это может быть ваша какая-то сборка, которую вы сами выберете. Но я буду экспериментировать над сборкой самого статоскопа. Ну, просто она у меня под рукой. Поэтому я иду в вебпак конфиг. Вот. И все, что я делаю, у меня здесь уже плагин статоскопа подключен. И все, что я делаю, это добавляю свойства extensions. И говорю, заюзай, пожалуйста, вот это расширение. И мы используем как раз-таки вот этот вебпак адаптер. Что сделает статоскоп-плагин? Он будет перебирать все расширения. И у всех расширений, которые мы туда передадим, он будет вызывать handle compiler. Вот зачем мы его здесь описывали. Вот зачем он описан в нашем интерфейсе. Статс-экстеншн вебпак адаптер. Потому что вебпак плагин статоскопа будет вызывать именно этот метод. Собственно, все. Все, что нам теперь нужно сделать, это сбилдить наш проект. Вот у меня уже здесь заготовлена команда build. Все, что здесь происходит, это вызывается вебпак. Все. И ничего больше. Собираем. Смотрите, у меня сразу открывается статоскоп-отчет. И что у нас здесь происходит? Как нам проверить, что все завелось и завелось ли? Идем в make-report и смотрим. Вот, посмотрите. Вот он, наш экстеншн добавился. Посмотрите. Descriptor name – это действительно имя нашего пакета. Версия такая-то, автор такой-то. Payload. Импорты. Смотрите, компиляция такая-то. Из этого модуля обращаемся в этот модуль. Вот за таким экспортом. Вот тут есть все возможные импорты, экспорты и так далее. Пожалуйста. Это вот описание импортов. Это описание экспортов. То есть это информация о том, какой модуль, какие экспорты предоставляет. Вот мы говорим, что, например, модуль index.ts предоставляет дефолтный экспорт. А есть и другие модули, которые вот такие экспорты предоставляют. Все, мы наше расширение затолкали в статы, при этом не модифицируя исходный код самого статоскопа. Мы вообще ни строчки кода в самом статоскопе не написали. То есть мы просто взяли сборку, добавили, сказали, вот тебе экстеншн, и давай-ка ты его, пожалуйста, используй. Что мы можем дальше сделать? Мы можем сказать, слушай, друг, дай-ка мне, пожалуйста, экстеншн, значит, дескриптор, нейм которого равен вот это вот наше замечательное расширение. Дай мне его payload. Собственно, все. Вот мы получили payload, и можем его анализировать. И сейчас мы напишем с вами правило валидации для статс-валидатора, и оно будет делать вот ровно то же самое. Оно будет обращаться к расширению, брать оттуда payload, и, в общем, что-то с ним делать. У меня здесь уже, чтобы не тратить слишком много времени, заготовлен жорозапрос. Я сейчас о нем расскажу. Его исходники можно найти в веточке done, репозитория, о котором я рассказывал. Но, собственно, работает он следующим образом. Вот так. Значит, что он делает? Он группирует, я сейчас расскажу по поводу его исходного кода, он группирует все компиляции, все модули, все импорты и экспорты. Смотрите, компиляция такая-то, у компиляции есть модули такие-то, у этих модулей, ну, например, вот модуль вот такой. Что это за модуль? SRC, индекс TS. У этого модуля есть экспорты вот такие, экспорт дефолт. Импорта у него нет. Смотрим дальше. Экспорт модуля, ну, например, custom report list. Какие? Модуль экспорт, дефолт, импортов тоже нет. То есть что я сделал вот этим Жора запросом? Я сказал, что оставь мне здесь только те модули, у которых есть экспорты, у которых нет импортов. То есть вот мы, это смысл нашего правила. Мы же хотели изначально написать правило, которое будет репортить нам о модулях, внутри которых есть неиспользуемые экспорты. И какой бы мы здесь ни взяли, вот, например, вот модуль какой? Модуль Discovery SRC Lib. Он предоставляет вот такие экспорты, у которых нет вообще импортов. Поэтому мы можем об этом зарепортить. Ну и, собственно, что делает этот Жора запрос? Во-первых, он говорит, дай-ка мне вот мое расширение. У меня есть специальный хелпер, не у меня, у статоскопа есть специальный хелпер, который называется Resolve Extension. Мы говорим, дай-ка мне, пожалуйста, вот это расширение. Дай мне пейлот этого расширения. Сгруппируй мне, значит, все экспорты по компиляции. Полученные экспорты сгруппируй по модулям. Полученные экспорты, ну, собственно, преобразуй вот в такой формат. Экспорт такой-то, импорты такие-то. И оставь мне только те экспорты, у которых нет импортов. Посмотрите, вот она фильтрация. То есть мы говорим, оставь мне только те экспорты, импорт с которых пуст. Вот в Жоре это делается вот так. NotExports. Ну, мы могли бы, конечно, написать NotExportSize. Было бы, в принципе, то же самое. Но более короткая запись вот такая. Поэтому, собственно, все. Вот Жора-запрос, который мы можем отправить на этапе валидации и получить модули, внутри которых есть экспорты, но нет импортов для этих экспортов. Поэтому что мы с вами сделаем? Давайте мы напоследок напишем правила валидации. Собственно, третий наш пакет. Правила валидации распространяются в рамках плагинов. То есть чтобы какое-то правило валидации добавить, нам нужно добавить плагин валидации. Плагин валидации – это просто функция, которая возвращает объект со свойством rules. Ну, пока что, на данный момент. Ну, и опять же, для того, чтобы нам не выдумывать ничего своего, давайте скажем, myPlugin. Чтобы нам не выдумывать ничего своего, уже есть в статоскопе тип плагин FN. Все, что ему нужно знать, это формат статов, с которым правила этого плагина будут работать. Ну, по сути, вот это модули, с компилейшнс и так далее. Чтобы, опять же, ничего нам своего не выдумывать, в статоскопе, по крайней мере, в пакете WebpackModel уже есть такой тип. Называется он prepared, то есть подготовленные для работы статы. В WebpackModel логично, да? В WebpackModel хранится информация о формате статов, с которыми мы будем работать. Собственно, все. Это, напомню, функция, которая должна вернуть объектик со свойством rules. Все, и вот здесь мы описываем правила. Все очень похоже на, есть линт на тот же, о котором я уже рассказывал. У нас будет всего лишь одно правило, my rule. Вот так. И my rule. Правило – это тоже функция. И давайте мы, собственно, заимпортируем эту функцию, которой пока нет, но мы ее сейчас напишем. My rule from. У меня есть уже файлик my rule просто. Ну и, собственно, мы этот плагинчик экспортируем как дефолт. Export default. My plugin. Все. Вот так просто пишется кастомный плагин для статс-валидатора. Просто описываем правила. Функция, которая возвращает правила, которая предоставляет этот плагин. Ну и, собственно, самое главное. My rule. Правило – это тоже просто функция. И, опять же, чтобы ничего не выдумывать, уже есть специальный тип, rule. У него есть два дженерика. Первый дженерик – это параметры, которые это правило может принимать. Ну как в ESLint. Мы можем сказать, вот такое-то правило используй, ну вот такие параметры, там настройки какие-то передай. В данном случае мы не используем никаких параметров, поэтому здесь будет any. А вот здесь формат статов, с которым это правило работает. Ну мы-то уже с вами знаем, что у нас есть специальный тип Repet, который содержит в себе формат статов, с которым можно работать. Все, и это просто функция, у которой есть три параметра. То есть это правило. Правило – это функция, у которой есть три параметра. Это парамс – настройки, которые мы можем из статаскоп-конфига передать. Дата – это вот те данные, это, собственно, статы, с которыми мы работаем. И API, через которые мы говорим, вот тут у тебя ошибка. То есть все, что нам нужно сделать сейчас, это послать запрос в статы, сказать дата. И мы можем поступить здесь двумя способами. Мы можем либо вручную на чистом JavaScript написать код проверки. Да, вот у нас есть компиляции, вот есть файлы. Пожалуйста, в чистом JavaScript можно все эти проверки сделать. А можем отправить жорозапрос, что мы, собственно, с вами сейчас и сделаем. Вот здесь будет у нас жорозапрос. И дальше мы будем перебирать результаты жорозапроса и через API вызывать свой метод message, где будем говорить, ай-яй-яй, вот тут у тебя все плохо. Давайте, что мы с вами сделаем? Собственно, я скопипащу сюда вот этот жорозапрос, который мы с вами разбирали буквально недавно. И давайте опишем его тип, что он вернет нам. Мы с вами уже знаем, что он вернет нам компиляцию, модули, экспорты и импорты. Давайте опишем export type result item. Это же массив, да? И скажем, чему он будет равен. Собственно, компиляция. Я еще раз давайте просто напомню, что здесь будет происходить. Компиляция, модули. У каждого элемента есть модуль, есть exports. У каждого экспорта есть, собственно, name и список импортов. Поэтому давайте просто эти типы, собственно, опишем. Больше нам тут ничего не нужно. Компиляция. В статоскоп уже встроен тип отдельно для компиляции веб-пака. Называется он normalized compilation. Дальше что у нас там? Modules. Это массив из модуль. Normalized module. Тоже в статоскоп уже встроен тип отдельно, который указывает на модуль, описывает тип модуля. Экспортс – это массив, массив объектов, у которых есть свойство name. Это строка, то есть это имя экспорта. И импортс. Но мы-то с вами знаем, что импортс – это всегда будет пустой массив, поэтому импортс нам можно даже не указывать. Ну потому что смысл нашего правила, смысл нашего запроса – оставить только экспорты, у которых нет импортов. Все. То есть тут как бы больше ничего делать не нужно. Все. И мы описали result item. Теперь давайте опишем result. Мы скажем, что это массив result item. И теперь нам осталось сказать, что data query точно, зуб даем, как говорится, возвращает result. Все, и теперь мы с переменной result можем работать, как будто он является массивом из вот таких вот элементиков. Ну, собственно, чем он и является. Поэтому давайте мы с вами быстренько напишем for const compilation item of result. Это же массив, да? Дальше перебираем все компиляции, перебираем все модули, модуль item. То есть мы просто перебираем результат нашего жора запроса. И ничего более. Compilation item modules. Дальше мы перебираем все экспорты, у которых нет импортов. Export item of module item.exports. Все. И вот теперь мы точно знаем, что в переменной export item.name хранится имя экспорта, у которого нет импорта. Все, что нам с вами осталось сделать, это вызвать API message и здесь написать, ну, например, экспорт такой-то in module такой-то точка name is not used. Все. Экспорт такой-то в модуле таком-то не используется. Собственно, все. Это вот наше правило. Давайте быстренько эту историю соберем. Так. Да, и мы должны, конечно же, экспортировать наше правило. Export default my rule. Все. Собираем. Все. Все. Саксесс. Все. Плагин собран. Правило собрано. Последнее, что нам осталось сделать, это в статоскоп конфиге нашего проекта, о котором я уже говорил, статоскоп конфиг, сказать, что мы используем наш плагин my, который мы только что написали, а из этого плагина мы используем my rule и говорим, что по любым сообщениям из этого проекта, из этого плагина будем считать это ошибкой. Все. Запускаем валидацию. Смотрите. Интересно как. В консоли куча ошибок. Ну и, собственно, открылся UI-отчет. В UI-отчете сказано, что у нас 556 ошибок. Переходим, смотрим. Вот, собственно, и все. Единственная мелочь, которую осталось сейчас добавить, я сейчас о ней расскажу. Но, как видите, здесь у нас все, пожалуйста, мы можем с вами экспериментировать, искать что-то, подсвечивать и так далее. Но сейчас мы пока, правда, не знаем, к каким модулям, например, относятся наши ошибки. То есть мы не понимаем. Мы видим, да, экспорт alerts in такой-то модуль не используется. Но в статоскопе при описании нашего правила, при использовании нашего правила, мы можем вторым аргументиком здесь указать related и список сущностей, с которыми эта ошибка связана. Мы можем сказать, что тип сущности, с которой связана ошибка, это модуль. Идентификатор сущности, ну мы с вами знаем, да, модуль name, модуль identifier. Пересобираем, перезапускаем validate. Ну и, собственно, сделаю крупнее. У нас заканчивается уже время, но я покажу. Смотрите, появился плюсик, и теперь у каждого правила есть модули, с которыми эта ошибка связана. Я думаю, что в дискуссии я покажу это более детально, более подробно. Поэтому я предлагаю переместиться тогда в дискуссию и там уже подробненько об этом поговорить. Информации получилось много, информация получилась хардкорной. Я думаю, что будут вопросы, и я с удовольствием на них отвечу. Вот такая штука с расширением статоскопа. Как-то так. Хорошо, давайте тогда попрощаемся с вами и встретимся в дискуссионной зоне. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok